Не горит фонарь, яма на дороге, не хватает детской площадки, течёт крыша, есть предложение по благоустройству территории. Все проблемы муниципального уровня можно решить на местах. Личные приёмы ведут главы районов. Всю информацию о записи на личный приём можно найти на официальных сайтах муниципалитетов и сайте правительства Белгородской области. Здравоохранение, ЖКХ, образование, строительство дорог. Остались нерешённые проблемы? Личные приёмы ведут начальники управления и департаментов Белгородской области. Запись ведётся по многоканальному телефону 3806-96. Звонки принимаются круглосуточно. Сообщения, оставленные на автоответчике, не останутся без внимания. Все звонки регистрируются операторами колл-центра. С вами обязательно свяжутся сотрудники управления по работе с обращениями граждан. Уточнят информацию, проконсультируют и в случае необходимости запишут на приём к руководителю профильного департамента. На каждого заявителя создаётся карточка личного приёма и заносится в систему электронного документа оборота. Срок до 30 календарных дней будет подготовлен и направлен официальный ответ заявителю. Болезни сердечно-сосудистой системы. Они занимают первое место в России среди причин смертности. При этом до 80% инсультов и инфарктов можно предотвратить. Шкала SCORE позволяет определить риск смерти в ближайшие десятилетия от сердечно-сосудистой патологии на основе пяти базовых параметров. Полученная цифра покажет абсолютный риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие 10 лет, а цвет ячейки с цифрой укажет на степень риска. Решение о начале и тактике лечения должно приниматься только врачом после подсчёта абсолютного риска по шкале SCORE. Всем пациентам рекомендуется отказ от курения, нормализация веса, рациональное питание и регулярные аэробные нагрузки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дополнительный заработок. Прибыль 200% в месяц. Научим зарабатывать, не выходя из дома. Многие мечтают о дополнительном доходе, без дополнительных усилий. Но будьте осторожны. На желании быстро заработать любят наживаться мошенники. На рекламном сайте они предлагают установить на ваш смартфон приложение для успешной игры на бирже. Вы переходите по ссылке, загружаете программу. Но вместо заработка теряете все свои деньги. Вредные программы, попадая в телефон, получают доступ к вашему мобильному банку и крадут средства с подключенных к нему карт. Пользуйтесь антивирусами. Никогда не устанавливайте сомнительные приложения. Я слышу. Я вижу. Я улыбаюсь. Я дышу. Я кормлю. 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких. Здравствуйте. В студии Наталья Титова. Это программа «Такой день». Быть в курсе всех самых важных и интересных новостей региона – значит быть с нами. Экс-руководитель Департамента строительства и транспорта Евгений Глаголев задержан. Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело. Эта информация появилась на сайте правительства Белгородской области. Напомним, в начале июня глава региона Вячеслав Гладков Редактор субтитров А.Семкин Волгим